И возвращаясь к теме нехватки денег в бюджете, финансовый дефицит поставил под угрозу безопасность на одном из участков дороги вблизи республиканской столицы. Вот уже месяц, выезжая из Абакана в сторону Подсинева, водители погружаются в полную тьму. Почему погасли фонари, выяснял Виктор Буров. Этот 9-километровый участок автодороги погрузился во мрак в конце января. И вот уже больше месяца от границы Абакана до моста через Анисей водители двигаются в полной темноте. Тревогу автомобилистов разделяет и жители Подсинева. Освещения нет не только вдоль трассы, но и на пешеходных переходах. Дорогу каждый день приходится пересекать детям. Разгдеять пешехода в абсолютной темноте практически невозможно. Вроде как бы и пешеходный переход должен быть подсвечен, вот как дальше стоит, например. Светофор, кстати, там тоже уже не работает, который с кнопки. Мы живем как бы с другой стороны Подсинева, и в само село, например, с ребенком уже так не пойдешь. Тем более сейчас гололед, я могу съехать, что я так вижу, что где есть лед, где нет лед. Да, так вот едешь и ничего не видишь, как бы это ненормально, я считаю, свет обязательно нужен. Освещение пропало неожиданно. Участок трасс вдоль Подсинева непрерывно осветился яркими огнями больше двух лет. Осенью 2017-го новый современный фонарь здесь установило Федеральное управление автомобильных дорог и Несей. Но, как оказалось, в прошлом июле участок был передан в собственность республики, а значит, отвечать за его обслуживание должны власти Хакасии. Решение это было коллегиальное, связано с тем, что на федеральной дороге от села Кайбалы до примыкания уже на территории Минусинского района, федеральной дороги, был разрыв. И фактически движение осуществлялось по федеральной трассе с разрывом по республиканской дороге. Сделка была выгодна для Хакасии. Взамен управление федеральных дорог взяло под обслуживание более сложный объект – Братские мосты, подъездные пути к нему. Только вот 9 километров обычной дороги вдоль Подсинева республиканскому бюджету содержать оказалось сложно. Уже в декабре платежи за электроэнергию перестали поступать. Спустя два месяца энергетики вынуждены были отключить освещение. Хотя цена вопроса всего несколько десятков тысяч рублей. С начала года республиканским Минфинам было направлено Митрансу 226,5 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности. В том числе за последнюю неделю направлено 156,5 миллионов на эти же цели. Министерство транспорта Хакасии является главным распорядителем этих средств. И в праве самостоятельно определять, куда их направлять. Как нам стало известно, сегодня правительство всё-таки погасило задолженность. Энергетики обещают включить фонари завтра утром. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.